Привет, дорогие друзья! Наконец-то с вами твой личный автомеханик и в этом выпуске наконец-то у меня будет ремонт. А ремонтировать я сегодня буду? Конечно же BMW! Она еще синяя и купе. Ничего вам не напоминает? Меня часто спрашивают, кто такой твой личный автомеханик, что такое твой личный автомеханик, откуда он взялся. Для начала представлюсь. Меня зовут Дима Винокуров. Можете подписаться на все мои соцсети. Мой отец был автомехаником, мой дед был автомехаником. И как-то так сложилось, что я просто-напросто вырос в бираже, где ремонтировались машины. И в один прекрасный день, благодаря моему другу, я и придумал такой сервис. Извините. Продолжим. Я придумал такой сервис, когда вам даже не надо из дома выходить. Вы набираете меня, говорите, Дима, у меня что-то сломалось. И тут появляюсь я и решаю все ваши проблемы с вашей тачкой. Вам не надо ехать на СТО, вдаваться в подробности, какие мне и где запчасти покупать, искать и так далее. Дорого, это дешево. Налюбливают ли меня, не налюбливают. В примере моего нового клиента, который владеет вот этой BMW E92, я вам все подробно расскажу. Как работает той личный автомеханик. Кто мои клиенты? Ну, во-первых, это те люди, которые мне доверяют. Мне доверяют свою машину и ее ремонт. Потому что мне надо отдать ключи, техпаспорт, чтобы я поехал и начал ей заниматься. То, во-первых, ценят свое время. Им некогда заниматься своими автомобилями, а возиться с автосервисами, с автозапчастями. По какой-либо причине просто не хотят. И я их понимаю, потому что это геморр... тот еще. Вот поэтому, собственно, и был придуман твой личный автомеханик. Когда у моего друга что-то сломалось в автомобиле, он просто его оставил во дворе. Она, бедненько, стояла месяц ждала, стояла второй месяц ждала. Потом кто-то к ней присмотрелся, спи***ли с нее все четыре колеса. Потом она стояла еще пару месяцев сломанная без колес. И в один прекрасный момент я сказал, Макс, давай я ей займусь. Что она, бедненькая, у тебя здесь погибает? Вот, собственно, так и родился. Родилась эта услуга. Твой личный автомеханик. Следующее. Почему мне важно проехаться на этой машине? Потому что мне своим попомерам надо понять, что с ней происходит. Поскольку в основном мне звонят и говорят, Дима, с ней что-то случилось. И вот, собственно, пока не проедешься, не поймешь, что же с ней случилось. Эту машину ее хозяин купил три месяца назад. Пришло время ей сделать небольшую ТОшку. Как обычно. Ну и, собственно, разобраться, что же он купил. В этом выпуске я еще буду вас знакомить с станциями техобслуживания, с которыми я работаю. А также буду тестировать и проверять станции техобслуживания, с которыми я еще не работаю. Ну и оставлять свои какие-то отзывы о них. И вам подробно рассказывать, чем хорошая эта станция, а чем плохая эта станция. Сегодня я в гостях у ребят под названием Гараж Рейсер. Может быть, кто-то знает, может, нет. Это Е46 с турбонадувом. Кстати, с таким двигателем, как у меня. Что-то там еле-еле 400 сил накрутили. Ребята занимаются only BMW. Вот, собственно, давайте в этом выпуске с ними тоже познакомимся. На примере вот этого пациента. Все по стандартной схеме. Начнем осмотр ходовой. Перейдем к компьютерной диагностике. И уже по каким-то результатам этих двух диагностик у нас появится общая картина об автомобиле. И уже вместе с хозяином будем решать, что мы ремонтируем. Нам сегодня помогает механик Дима. Дима может поприветствовать моих зрителей. Подписывайся на мой канал. Дима в данном случае проверяет подшипники. Тупичные. Воу, мы видим, что 92-ая на каких-то бельштайнах подвески. Давайте посмотрим, что тут сзади стоит. А сзади, похоже, не бельштайна. Отличная, классная резина. Спереди стоит более новая Тойя Экстрима какая-то. 235-45. Сзади чуть-чуть постарее, но тоже Тойя, но другой модели. Но ничего страшного. Кстати, бэшка-то оказалась полноприводной. Больше запчастей. Больше ремонтировать. Так, что мы диагностировали? Течет только прокладка подтона. Возможно, конечно, передний сальник коленвала и задний сальник коленвала. Но я бы для начала поменял прокладку. А там будет видно. Но хозяина попросим поменять все вместе. Изношенные тормозные диски. Восьмеркой. Уже бьют хорошо. Ну и сзади здесь пыльники-отбойники на амориках. Да, поджили уже. Ну, а это по сроку службы. Все, больше всего, больше ничего мы не видим здесь вместе с Димой. Вот. Сайлентблоки живые, рычаги живые. Придраться не к чему. Ничего не дребезжит. И, в принципе, сильно не течет. Гур, кстати, тоже живой. Не течет еще. Сейчас мы дальше разберемся с компьютерной диагностикой. Посмотрим, на что она жалуется. Итак, что у нас под капотом интересного? К сожалению, ничего. Отличная машина. Ремонтировать нечего. Но обычные BMW-шные нюансы все-таки есть. Прокладка клапанной крышки. Да. Ну, вы же все знаете высокотемпературные моторы в BMW. Там уже не прокладка, а пластик. Также прокладка маслостакана нижняя. Дам их две, по-моему, в этом маслостакане. И там есть еще прокладка под вальватроником. Под сам вальватроник. С нее стопудово сопливит. Даже не буду снимать вот эту пластиковую крышку мотора. Все. Ни гур, ни все остальные водные жидкости. Я не вижу так же, чтобы где-то уходил антифриз пока что. Ой, фреон. Не антифриз, а фреон с кондиционера. Все остальное прекрасно себе живет. И пусть живет, не будем трогать. Подушки двигателя не тарабанят. Значит, я ее просто когда заводил, вот, она немножко потряхивалась. Поэтому сейчас будут у нас вопросы к свечам, катушкам. Ну, в целом к зажиганию. Ну, а это мы сейчас проверим на компьютерной диагностике. Отличная, живая. Но немножко нужно внешку привести в порядок. Чтобы была самой красивой машиной на свете. Какая по аккумулятору ошибка. И по коробке старения мастера. Аккумулятор не прошит под напряжение? Или он просто сел и... Ну, по просадке напряжения идет ошибка. То есть, ну, аккумулятор уже старый, скорее всего. 80 ампер. И он менее на них. По компьютеру должна стоять 70 вольт. Он типа заряд дает по цене с собой? Потому что он не дозаряжает. Он не дозаряжает его. И теоретически, если прописать под 80, то все будет работать. Краткие итоги по электрике. Неправильно был прописан аккумулятор. Он 80 амперный. Было прописано на 70. Аккумулятор не дозаряжался. Похоже, что 20 тысяч километров. И за это время, конечно, мог бы и выйти из строя. Но мы его сейчас перепропишем на 80 ампер. И посмотрим, как он будет себя чувствовать дальше. Потому что везде, по всем системам, просадка по напряжению. Но, конечно, тут возникает другой вопрос. Просадка по напряжению, когда машина работает. А, это уже тогда вопрос и генератору. Ну, ладно. Перепропишем аккумулятор. Посмотрим. Самая важная ошибка по лямбда-зонту. По первому лямбду-зонту на первой банке. На первом катализаторе. Вот. Из-за чего, конечно же, может быть неправильная смесь. Во время езды. Я пока ехал. Но мне не очень показалось, что она резвая. Возможно, это как-то связано. Ну, и поскольку я ее завел первый раз, она подергивалась. Здесь, я думал, что это пропуски. В принципе, в памяти по ошибкам никаких пропусков. Поэтому, что, форсунки? Топливная. От чего еще могут быть подергивания? На прогревочном. А лямбда не работает на прогревочных картах. Теоретически. Я не знаю таких подробностей, но мне кажется, лямбда начинает работать уже, когда она выходит с режима прогрева и так далее. Там на прогреве такие карты. Как это? На них ничего не влияет. Ни один датчик. В общем, надо покататься и подумать. Главное, не принимать необдуманных решений в этих дурацких авторемонтах, потому что для владельцев это дорого. Выясняем дальше. Сразу же вопросов к генератору нету. 14.8. Так, подведем итоги. Ничего страшного, тазик живой. Поменять пару прокладочек. Заправить кондиционер. Побелить, покрасить. Пушка-гонка будет, дядя. А, ну и главное, конечно, ей поменять масло в коробке и лямбду. Такой будет новый автомобиль. Без всякого тупежа и прочих дел. Бывает. Так, заправили ее систему кондиционирования фреоном с помощью вот такой установки. Наконец-то начало дуть. Хорошо дует. Холодно, прекрасно, великолепно. После того, как мы наконец-то с клиентом согласовали весь список работ и все запчасти, я, конечно же, отправляюсь за запчастями. В основном я работаю с крупными поставщиками запчастей. Таких компаний, как, например, вон, Автотехник. Также их еще есть в Киеве. Компания 7. Вот. И на бэшку-купешку я, конечно же, купил топовые тормозные диски. Зиммерман с перфорацией. Вот такие нарядные, сочные, крутые. Стоят, на самом деле, они не так дорого, на мой взгляд. Вот. Если, в принципе, обычный тормозной диск хороший, да, стоит 2000 гривен, Вот, то этот, ну, полторы-две тысячи гривен, оговорюсь, то этот стоит 2700. Вот такой, смотрите, новенький нарядный диск. Это никакой не автоспорт, ни в коем случае. Просто они гораздо лучше охлаждаются. Ну, и эффективнее с ними торможение происходит. Кому интересно, ссылочку с номером запчасти я оставлю в описании. Вот. Можете себе поискать такие же. Купил Витю Рейнса. В принципе, не вижу смысла переплачивать в данном случае за оригинал. Виктор Рейнс. Отличные, классные прокладки. Вот. Не проблема. К сожалению, пока я делал заказ, не оказалось тормозных колодок. Я обычно на гражданские машины покупаю Ферода, но что-то не оказалось Ферода и Ферезон. Ферода, наверное. Вот. Ну, и пришлось купить Бош. В принципе, небольшая разница. Прокладочка всегда должна лежать ровненько. Дальше пыльники-отбойники Каяба. Ну, и пока все. Дальше еду по остальным поставщикам забирать все запчастюнки. Вот такая работа твоего личного автомеханика. К сожалению, не всегда удается у одного поставщика на одном складе купить все запчасти. Знакомьтесь, это новый лямбда-зонт на эту бэшку-пэшку. Путешествия мои дальше продолжаются. Мне осталось еще купить фильтр в коробку, масло в коробку. И если повезет, поменяем там пару резиночек. Они недорогие, но их обычно нет в наличии, потому что их, типа, никто не меняет. По первой части работ я уже у своих друзей в гараже Ритм Авто. Мы сейчас здесь поменяем колодки, диски, лямбда-зонт. В общем, все простые работы. Я думаю, что по коробке отдельно я еще поеду к моим знакомым ребятам, которые занимаются только ремонтами коробок. Мы с ними проверим все на всякий случай по поводу пинков. Попробуем выяснить причину, что пинается. И только потом уже будем после этого менять масло. Потому что все-таки есть вероятность поменять масло и запороть коробку. Она, конечно, небольшая с ГМ-овской коробкой, но все-таки есть. Буду осторожным, как говорится. Ребят, забыл вам рассказать, как меняются лямбды в 90-х кузовах. Ну, неважно, в каких кузовах, в моторах N-серии, N52, N51, N54 и так далее. Снимаем воздухан, снимаем крышку и снимаем крышку мотора. Верхние две лямбды, их коннектор находится вот здесь, под крышкой. Провод идет вот так вокруг мотора. И вот здесь две фишки. Первый, это первый-первый, это первый-второй лямбды. А нижних лямбд, две фишки в районе коробки. Ну и, собственно, кто не знает или не видел, какой разъем. На N-серии он вот такой шестипиновый. Ну, а это старая лямбда. И, на всякий случай, номер лямбды. Все четыре лямбды, они разные, но разные только по длине провода. Вот, собственно, чем они отличаются. Это вам номер первой лямбды на первом выпускном коле. А вообще, все лямбды одинаковые. Одинаково полезны. Если у вас какие-то проблемы с коробками, с коробкой автомат, то я вам рекомендую вот эту контору. Теперь она называется МакТранс. И почему рекомендую? Это, наверное, единственная контора в Киеве, у которой есть свой не то что ремонтный цех, а производственный цех. И они могут вам произвести на вашу коробку почти любую запчатку. Так, предварительно резюмирую касательно коробки. Мы сейчас с Димой. Дима – это главный мастер-приемщик компании МакТранс. Решили, что мы пока сбросили адаптации. Секундочку. Так вот, мы пока сбросили адаптации коробки. Мы сейчас покатаемся, посмотрим на ее поведение. И потом уже будет детальнее понятно, потому что пинается она очень сильно между второй и третьей. На второй и третьей передачи на этом же соленоиде висит задняя передача и висит пятая-шестая. Задняя не пинается. Ну, пятая-шестая может и пинается, но почувствовать это сложно. Но поскольку задняя не пинается, да, это все на одном соленоиде, тогда могут быть вопросы к пакетам, может, еще к чему-то. А может, и адаптации сейчас помогут. Но буду молиться, чтобы помогать. Буду вот сейчас ехать и молиться. Если все будет хорошо, просто подкинем новое масло, делаем частичную замену, и будет она ездить дальше. Ну, увы, это, не переключайтесь. Вам же интересно, чем закончится. Мне так точно. Я прокатился сейчас сюда-сюда-обратно после сброса. А, конечно же, время переключения увеличилось между передачами, да, то есть она подтыкает сейчас с какой-то паузой. Вот. Но и толчок, вот этот удар, он исчез, в принципе. Но я думаю, надо покататься, чтобы она привыкла и вот сократилось время переключения, время загрузки между передачами. И тогда будет понятно. Потому что сейчас за счет вот этого длинного времени переключения между передачами непонятно, есть этот удар или нет. Как-то так. Так, пока то да сё. Туда-сюда. Мы еще диагностировали потекшие задние амортизаторы. Я их уже вот купил. Новенькие, красивенькие. Это в пару с пыльником-отбойником. И ну теперь она еще будет на новенькой подвеске задней. Точнее амортизаторах. Классный хозяин, да? Шоу вытекло. Покупаем новый. Пара-пара-пам. Пам! Продемонстрирую вам, как наглядно проверить амортизатор. Но если вы видите, шток вот остался внизу. Вон. Он абсолютно никак не работает. Ну и он уже весь ржавый, вытек, проживел. Зато родной, 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 родной. Do not open. Газ pressure. Тачка приборкована под домом у клиента. Я, собственно, забираю свою. Вот. Клиент доволен, счастлив. Ну, а я денег зарабатываю. Вот так выглядит услуга твоего личного автомеханика. Всю дорогу ремонта я сопровождаю фото-видеоотчетами подробными, поскольку здесь доверие, я считаю, очень важно. Я обязательно показываю, какие я запчасти покупаю. Обязательно предоставляю бюджет на это все. Обязательно все согласовываю, чтобы не было никаких сюрпризов. И, конечно же, рассказываю и показываю, что это сломано и почему это надо ремонтировать. Ну, а вы не скучайте. Кому зашло, обязательно поставьте лайк этому видео. Ну, и если хотите следить за приключениями твоего личного автомеханика, подпишитесь. Peace!